Новосибирск Дочное воскрешение Садоводы, пострадавшие от весеннего паводка, второй раз засаживают грядки и осенью готовятся собирать урожай Домашний хищник вместо привычных кошек и собак квартиры новосибирцев заполняет живая экзотика Откуда пришла мода на рептилию? В эфире итоги недели, сегодня выходной, в студии Татьяна Бугаева, здравствуйте Ну а начинаем со страшного ЧП в военной казарме Омска, которая на этой неделе стала трагедией для всей страны В числе погибших и травмированных десантников военнослужащие из разных городов, в том числе из Новосибирска В траурном списке двое наших земляков, Илья Филянин и Михаил Игошев, они погибли под завалами Еще двое ребят, Михаил Сухоруков и Виталий Дедусенко, серьезно травмированы И сейчас находятся на лечении в московских клиниках Четырехэтажная казарма в учебном центре ВДВ поселка Светлый сложилась буквально карточным домиком Как раз после отбоя, под руинами оказалась шестая часть всех срочников, которые находились в здании Всего более 300 человек По последней информации, 24 десантника погибли, 18 получили различные травмы Я узнала это от папиного звонка Папа позвонил маме на телефон, узнал по новостям Он выбежал в одних трусах и чудом остался жив Последнее, что я знаю, его перевозили из госпиталя в аэропорт Для доставки в Москву, для обследования Состояние удовлетворительное Второй в настоящий момент находится в первой городской больнице города Омска Решается вопрос об эвакуации его в центральные госпиталя Министерства обороны в город Москва Ситуацию сразу же под личный контроль взял Сергей Шойгу Который прервал свой отпуск и из Центра управления Минобороны В оперативном режиме докладывал президенту страны Разбор завалов продолжался в течение нескольких часов В поиски людей принимали участие и 166 сотрудников Новосибирской и Бердской бригад МЧС В том числе 7 кинологов Мы приехали туда примерно с 5-6 утра Как раз доставали последнего живота Человека достали через 6 часов Примерно после того, как это все случилось Дела погибших даже визуально Они там бисели, там на плитах Там сдавлены В носочке не так То есть очень много было крови и так далее В принципе уже догадывались, что По характеру обрушений По характеру То есть там не может быть живых Потому что буквально сложилось все с четвертого с крыши Крыша И с четыре этажа До первого этажа То есть плиты все сложились А выжившие, получается, были Вот с краю был А каким-то образом удалось их спастись Сейчас проходит процесс лечения Потом будет переосвидетельствование И там уже тогда будет принято решение О степени годности к военной службе Если будут признаны годными Они будут проходить в дальнейшем к службе Если признаны негодными Они будут уволены По состоянию здоровья По факту военные следователи Возбудили уголовное дело Сразу по трем статьям Халатность, нарушение правил безопасности При ведении строительных работ И превышение должностных полномочий Здание, построенное в 1975 году Недавно отремонтировали И именно ошибка в проведении ремонтных работ По предварительной версии Привела к обрушению Виновным грозит до 10 лет тюрьмы Прощались с погибшими сибиряками в минувшую среду Груз 200 прибыл в Новосибирск спецбортом ночью Михаила Егошева доставили в Машковский район Илью Филянина в родной академгородок Оба погибших солдат новобранцы Ровно три недели назад Родные, близкие, друзья, одноклассники Провожали их к месту службы А сегодня собрались на кладбище Хороший отзывчивый мальчик, который всегда помогает Ему позвонишь, он всегда прибежит, поможет Любил детей очень сильно Всегда вообще прям Спортсмен, да, футболист Вообще прям Родителям всегда помогал Для него мама это все с папой были Сестра вообще Хороший мальчик был Так совпало, что похоронили ребят В последний день их призыва Весенний набор вооруженной силы завершен Только вместо учебных выстрелов в этот день звучит прощальный военный зал И как стало известно, Минобороны выплатят семьям погибших военнослужащих по 5 миллионов 800 тысяч рублей А также оплатят все расходы, связанные с перевозкой и погребением погибших И лечением, и реабилитацией пострадавших десантников Оказать поддержку семьям погибших новосибирских призывников поручил и губернатор Владимир Городецкий А ремонтировал кто Собственно компанию, которая обновляла казарму, сейчас проверяют А также все объекты, к которым она приложила руку Как выяснилось, Нижегородская строительная организация с Минобороны сотрудничала много лет За многочисленные недочеты ее не раз штрафовали На этот раз дело дошло до беды Ведь как так могло получиться? Ремонт можно назвать свежим, а получилось совсем иначе Конкретику в эти формулировки и должны внести эксперты военной прокуратуры Все с нетерпением ждут результатов расследования А тем временем общественники Новосибирска на этой неделе в очередной раз озаботились качеством городских дорог И даже устроили показательную акцию, проехав по центру Новосибирска не на машинах, а на телеге с запряженной лошадью Дескать, колейность на новосибирских дорогах сопоставима с тем, что в Ново-Николаевске было 100 лет назад В причинах сибирского бездорожья разбирался Николай Сальников Ездить по центру Новосибирска, по мнению общественников, сегодня лучше в телеге Качество дорог такое же, как и 100 лет назад Но в чем же причина? В последние 5-6 лет у нас весной начинаются полевые бури Это та самая песко-соляная смесь, которая у нас ненадлежащего качества Ну и плюс из-за этого очень сильно замыты ливневки в городе Новосибирске Талые воды не уходят в ливневую канализацию Остаются на дороге и переходы нуля у нас их много И в том числе и осенью даже, это Сибирь у нас здесь климат такой Они убивают верхний слой асфальта В итоге вспоминается изъезженная фраза Асфальт сходит вместе со снегом Однако не только ямы главная проблема на наших дорогах По словам общественных активистов, колейность на автомагистралях настоящая бич Новосибирска Все дело в изношенных дорожных основаниях и нарушениях технологии строительства Это начинается от несущей способности щебня и фракции этого щебня и собственно его марки У нас зачастую его подгоняют под самый минимум Вот самое-самое минимальное требование, какие только есть в СНИПе Зачастую подгоняют под них Битум Далеко не всегда используются современные технологии вроде полимер-битумных вяжущих В большинстве случаев используется обычный строительный битум Мнения о дорожном покрытии среди самих автовладельцев разнятся Однако восторга нет ни у кого На окраинах очень плохая дорога В принципе в центре все хорошо И не устраивает Мачеченское шоссе Там очень много ям, колдобин и трещин Более-менее сейчас дороги стали Более-менее Ну это я просто уже привык, что они никакие Горбатый мост, невозможно ездить И также улица Волочайская Совершенно ужасные дороги Виталий Селиванов профессиональный таксист Ежедневно наматывает сотни километров по новосибирским дорогам Ну отчасти где-то хорошие, где-то плохие Где-то вот только сделали ремонт, где-то еще пытаются делать Но все равно это на троечку, так сказать, можно В частных, там, в секторах, так там вообще-то вот это В итоге на помощь автовладельцам пришли информационные технологии Сегодня в столице Сибири заработало специальное приложение для смартфонов Мобильный Новосибирск Теперь сообщить о некачественном асфальтовом покрытии Можно прямо за рулем Возможности новой системы на этом не заканчиваются Самое главное преимущество нашей системы, которую мы разработали для мэрии города Новосибирска Это не возможность обращения А возможность контроля Дело в том, что каждое сообщение о той или иной проблеме Оно попадает в общую информационную базу Которая доступна всем жителям Которые могут посмотреть, какой конкретно сотрудник принял это сообщение Какому сотруднику поручено решить эту проблему В итоге с первых дней работы приложения заявок на ремонт сотни Теперь дело за результатом Николай Сальников, Ксения Бородкина, Сергей Жданов, Антон Мамаев Специально для итогов недели Кстати, результаты работы мэров в Новосибирской области Теперь будет оценивать специальная комиссия Ее возглавит губернатор Владимир Городецкий Оценки будут ставить по нескольким критериям В комиссии работают министры областного правительства Депутаты ЗАГС Собрания Специалисты транспортной сферы По результатам этих оценок Комиссия сможет рекомендовать губернатору Или депутатам местных советов Отправить мэра в отставку Напомню, именно так лишился своего кресла Глава города ОПИ Андрей Нешин Которому городской совет дважды поставил неуд за работу Да, работа работе рознь На этой неделе трудовые отношения Между тренером сборной России Фабио Капелло и Российским футбольным союзом Окончательно закончились Пожалуй, редкий случай Когда работодатель перед своим сотрудником Остался в аутсайдерах Выплатив после разрыва контракта Компенсацию с девятизначным числом Герои нашего следующего сюжета Большой футбол покорить не пытаются И о миллионных контрактах не мечтают Им бы свои кровные гроши вернуть И не попадаться больше На хитрые маневры нанимателей Опасные моменты на рынке труда Изучил Александр Куршев Официальная цифра Более 27,5 тысяч человек По неофициальным данным Статистика в три раза больше Каждый второй Это огромная армия безработных Потенциальная жертва Горе работодателей Технология в поиске Бесплатной рабочей силы Иногда доходит до абсурда Но, к примеру, требуется грузчик С испытательным сроком И обучением за счет компании Куда уж дальше Михаил еще вчера молодой сотрудник Большого охранного агентства В Новосибирске Со стороны работодателя Обещание достойной зарплаты Каждые две недели А главное официальное трудоустройство Это по закону Но реалии другие После того, как прошло две недели Я позвонил Мне сказали, что никаких денег пока что нет И навряд ли я их пока что получу А далее, без объяснения причин Михаилу было предложено уволиться По собственному желанию Зачем понадобилась такая процедура Тоже странно Ведь при трудоустройстве У него даже не попросили трудовую книжку Я подписал трудовой договор Один экземпляр Мне сказали, что эти два экземпляра Одной, мою копию И настоящий Отдадут На подписи в офис Везут куда-то там В главный, не знаю Вот И получилась такая ситуация То, что так я его и не дождался Когда мы готовили этот сюжет Михаил все же получил свою зарплату Две тысячи рублей За отработанных полмесяца И в качестве бонуса Ряд оскорблений и угроз Вы кого дурите? Идите в трудовую инспекцию Там будем разбираться Сюда Хорошо До свидания Спасибо большое Спасибо за хорошее отношение к вашим сотрудникам У нас нормальные отношения Я вижу А это нормальности другой фирмы В Новосибирске С хитросплетениями в самом названии И, видимо, в трудоустройстве Разброс вакансий Обширный От технического персонала До экономистов И работников культуры Мне сказали Подъезжайте Как бы завтра К 3-м часам дня Будет адрес Вахтер, администратор Зарплата 26 тысяч Личный секретарь Секретарь руководителя Так вы написали Личный секретарь А вас в качестве Дело производителя Дело производителя вас пригласили, да? А они представились Как называется Компании и так далее Мы тоже под видом соискателей Приехали устроиться На должность библиотекаря Оказалось За это еще и нужно заплатить Я приехал По объявлению Где было четко написано Требуется библиотекарь А здесь вы мне предлагаете Какую-то продажу Вы представляете Эту компанию Называя в объявлениях Приглашая сюда Людей разных специальностей Они приезжают И мало того Что они не могут Устроиться на свои должности Которые приглашают Им предлагают Снести 400 рублей Залоговую стоимость Это вы сейчас Мне об этом рассказали Взамен Какие-то представительные материалы Честному работодателю Ему нечего скрывать В любом случае Если он не планирует Обманывать Работодатель Обязан ему предоставить Все сведения Где будет находиться Рабочее место Что будет входить В должностные обязанности Но в принципе Вот это вот Ответственность работодателя В соответствии С трудовым законодательством Гражданину должна быть Обеспечена минимальная Заработная плата Обязательно Обязательно В Новосибирской области Уровень ее установлен 9 тысяч 30 рублей То есть 9 тысяч гарантированно Человек должен Даже на испытательном сроке Через месяц получить Да И уж точно Не платить За свое трудоустройство Кстати Компания получит штраф От 100 до 200 тысяч рублей Так что тем У кого на руках Отработодателя Только обещание Стоит задуматься А лучше Обратиться в трудинспекцию Вообще Меня не снимай Не надо камеру Я говорю Меня не снимай Я говорю Ай Александр Куршев Василий Тополев И Олег Сурков Специально Для итогов недели Теперь к другим итогам недели Корреспонденты новостей ОТС Как обычно Подготовили рейтинг Самых интересных И важных событий Для каждого из которых Нашлась своя номинация Смотрим 30 приседаний в минуту У Новосибирска Новый рекордсмен Выпускник 10-й гимназии Виталий Абрамович После двух недель тренировок Совершил 1780 приседаний за час И официально вошел Книгу рекордов России Юный сибиряк давно Увлекается спортом Участвует в соревнованиях Бегает марафон На этот раз Виталий решил Не только проверить Свои возможности Но и удивить Видеоролик уже оценили Эксперты И выдали сертификат Туалеты для собак Появились в Новосибирске Теперь практически В каждом районе города Можно достать Бесплатные пакетики Для собачьих экскрементов Идея проекта Принадлежит Резидентам Технобарка Академгородка Стоимость установки Собачьи урны Во дворе Для ТСЖ В среднем Обходится около 15 тысяч рублей А вот Одноразовые пакеты Поставляются бесплатно За счет размещения На боксе рекламы Зоомагазинов И ветеринарных клиник Новосибирцы Ноу-хау уже оценили И теперь с нетерпением Ждут Когда кто-нибудь Займется площадками Для выгула животных Как еще Как еще нужно предупреждать Чтобы новосибирцы Не купались Там, где нельзя Таблички с запретами Людей не останавливают В итоге За половину лета Уже более 40 смертей Из них 5 детских Самый опасный в городе Водоем на юго-западном Жилмассиве Об этом напоминает Сразу 8 аншлагов Но в жаркие выходные Счет отдыхающих Здесь идет на тысячи Взрослые выпивают А потом лезут в воду И тонут Хорошо, если вовремя Подоспеют спасатели Но так бывает не всегда Манит вода и ребятишек Зачастую не умеющих плавать И ток такой родительской Безнадзорности Как правило, плачевный Вместо общественной дороги Частная стройплощадка Вот уже четвертый год Жильцы девятиэтажки С улицы Кошурникова Уверяют, что точечная застройка Ущемляет их права Жители считают Что 27-этажная свечка Закроет им солнце Кроме того Строители перегородили Единственный пожарный проезд Район и суд Эти доводы не убедили Жильцы подали апелляцию В областную И высшие инстанции Жалобы удовлетворили Правда, территория По-прежнему закрыта Для прохода и проезда На контакт Застройщик не идет Люди требуют признать Сделку незаконной И вернуть дорогу В ведение муниципалитета Причем как можно быстрее Три месяца назад Пенсионер с сердечным приступом Из-за перекрытой дороги Не дождался скорой В поисках неолита В Новосибирской области Найдены осколки Глиняных горшков Которым больше Двух тысяч лет И сейчас В Чановском районе Археологи раскапывают Городище раннего Железного века По версии ученых Под ним должен находиться Могильник Который подтвердит Наличие жизни В новокаменном веке Предполагается Что в городище Жили сарматы Кочевые и раноязычные племена По найденным фрагментам Ученые уже определились Что мужчины Носили просторные штаны И кожаные куртки Еле из глиняной посуды В выросковках Принимают участие Студенты педуниверситета Они планируют Провести здесь Все каникулы Полную информацию Жилищно-коммунальной сферы Соберут на одном сайте Новосибирская область Вошла в число Пилотных регионов В которых портал ГИС ЖКХ Запущен в тестовом режиме Пока здесь есть информация Лишь о лицензировании Организации Обслуживающих дома В будущем Сюда добавят сведения Об их услугах И тарифах О состоянии жилого фонда В мероприятиях По капитальному ремонту Пользователи смогут проверять Корректность начислений И расчетов Подавать жалобы На организации Работающие в сфере ЖКХ А также в личном кабинете Оплачивать счета В полную силу Система ГИС ЖКХ Заработает с января 2017 года Неуловимого зацепера Задержали в новосибирском метро Экстремала будоражившего Сеть роликами поездок Снаружи вагона Полицейские практически Сняли с поезда Накануне очередного Путешествия по подземке В этот момент Молодой человек Производил видеосъемку Торца последнего вагона Попытка была пресечена Задержан и сопровожден В комнату полиции Зацепер не отрицает Фактов катания Снаружи вагонов метро И объясняет Свои поступки Любовью к экстриму Мужчине грозит Крупный штраф Незаконное бездействие Стоимостью в 10 тысяч рублей Чиновник администрации Зержинского района Подозревают в получении взятки Следователи, которые провели Обыски в кабинете госслужащего Установили, что Новоявленный специалист Одного из отделов районной администрации Получил денежное вознаграждение От предпринимателя Взамен того, что его торговый павильон Останется на месте Сейчас предполагаемый коррупционер Уже уволен Ведется следствие По факту исчезновения ребенка В Доволенском районе Возбуждено уголовное дело 11-летний Салим Самойлов Из села Травное Пропал 13 июня Ребенок инвалид Из дома один выходил очень редко На этот раз родители Отправили мальчика Выбросить мусор На местную свалку Которая находится В двух километрах от дома Известно, что тачку С которой ушел ребенок Уже нашли На след Салима Пока выйти не удалось Сейчас в операции Задействованы Шесть поисковых групп Авиация с тепловизором Кинологи Местность прочесывают Около 20 волонтеров Которые надеются Найти ребенка живым Различные версии Исчезновения мальчика Сейчас отрабатывают полицейские Золото Кубка России По плаванию Завоевала новосибирская спортсменка Валентина Артемьева Победила на дистанции 50 метров брасом Результат спортсменки 32,23 секунды Позади себя Она оставила соперниц Из Москвы И Узбортии Серебряную медаль На дистанции 50 метров Баттерфляем Завоевала еще одна Наша землячка Наталья Ловцова Финал Кубка России По плаванию Стал заключительным стартом Для членов Национальной команды Перед чемпионатом Мира по водным видам спорта Который начнется 24 июля В Казани А далее в итогах недели узнаете Как благодаря взятке Раскрыли незаконную секту Почему в Искитинском районе Разыгралась война Среди дачников И что думают психологи О тех, кто дома Заводит рептилий Не пропустите Будет интересно Пастора взяточника Поймали на этой неделе В Новосибирске Духовный лидер Реабилитационного центра Исход Алексей Пронькин Пытался дать 50 тысяч рублей Сотруднику мэрии За такое вознаграждение Чиновник должен был Избавить его от проверок Все дело в том Что административное здание Религиозной организации В Новосибирске Построено с нарушением закона И оказалось Это лишь верхушка айсберга Что еще скрывается За стенами лечебницы Для наркоманов Расскажет Елена Отмахова На пол Все быстро На пол Такого поворота События реабилитанты Явно не ожидали Молились они часто И по 12 часов к ряду Правда, многие просили Бога исключительно о свободе Когда священный ритуал Прервали оперативники Наркозависимые Не поверили своим глазам Многие сразу пожелали Покинуть церковь Евангельских христиан Под прикрытием спецназа Впрочем, большинство пациентов Духовного центра «Исход» Сделать это самостоятельно Уже не могли С бабкой разошелся Она придет, поругаемся Она меня сдает А почему вы не можете Просто встать и пойти домой? Ну кто меня пустит? Этот мужчина, конечно, Далеко бы не ушел У него воспаление кости А вот физически полноценные люди После пары недель Непрерывного поста И чтения молитв Бежать собирались Владимира на пору К духовному наставнику Султану Передала родная мать В представительном церкви Исход за лечение сына Она ежемесячно платила По 10 тысяч рублей Поначалу бывшему инструктору По вождению Пансионат нравился Пока его не заставили Кричать в потолок А чуть позже Мужчина узнал Что здесь делают С непокорными Есть там парень Тоже один КМС по боксу Иван зовут Ну Парень покурил Вот этого вещества Ну С головой что-то стало Не в порядке Ему реально нужна Медицинская помощь Когда у него там Что-нибудь происходит Вздвиг какой-то Ну соответственно Кидается на них Забивает его Кочергами Молись, говорит И стелишься С тех пор Мужчина решил Не перечить Своему пастору Библию читал Но не как заставляли А как поэт В православных храмах Говорит Поверил И чудо случилось Пришли оперативники Такие рассказы Игорь Филимоненко Слышал и раньше В Новосибирске Он курирует Религиозные Ребютационные центры Сейчас много Желающих лечить Из зависимостей Но только Порядочные Некоммерческие Организации Вступают в общественные Объединения Им-то потом И приходится Работать с адептами Протестантских церквей Было видно То, что У человека Был психологический слон То есть Люди, которые Там находились Шла перезависимость С наркотических средств От зависимости От данной организации Общественники Признаются Повлиять на исход Они не могут Хотя церковь Ивангельских христиан Давно считается Сектой Ее деятельность Официально запрещена За неоднократные Нарушения Действующего Законодательства Российской Федерации Главное управление Обратилось Исковым заявлением В суд О ликвидации Данной организации Исковое заявление Было направлено В суд 6 мая 2014 года Решение Судебное Состоялось 2 июля 2014 года О том Чтобы ликвидировать Данную организацию О том, что попало в секту Елена поняла Уже через неделю Девушка 10 лет Страдает опинной зависимостью Решив самостоятельно Бороться с этой бедой Она нашла объявление И отправилась К пастору исхода Обеспеченную наркоманку С ребенком на руках Сразу взяли в оборот Я пришла сама Но у меня спросили Телефон моей мамы Я его дала И с ней проводились Работы Последствия которых Я до сих пор переживаю В своей жизни У меня чуть машина Не переоформилась Уйти от надзирателя Елене удалось Лишь после суда Туда ее принудительно Доставили приставы Она проходила Свидетелем По уголовному делу Но и после окончания Курса реабилитации И настойчиво Предлагали вернуться В духовную семью Зависимых часто Преследуют и на свободе Между тем Специалисты подчеркивают Лечить от наркомании Имеют право Только государственные центры В настоящее время В настоящее время У нас разделены понятия Медицинская реабилитация И социальная реабилитация Медицинская реабилитация Может осуществляться Только в медицинских учреждениях Имеющих лицензию На данный вид деятельности И только на основании Добровольного согласия пациента Вероятно уголовное дело Не помешает создателю Реабилитационного центра Исход и дальше Бирать людей За взятку Алексей Пронкин Скорее всего Отделаться условным сроком И крупным штрафом Оплатить который Наверняка помогут Новые добродушные адепты Все меньше На смену сектам Приходят государственные Реабилитационные центры Елена Отмахова Василий Тополев Артем Валевич Специально для итогов недели Дорога по воде И деревья под корень Дачники нового поколения Получают куда больше возможностей Для обустройства мест отдыха Можно выкупить целый остров А чтобы не плыть к нему на лодках Перегородить залив дамбой Но они безразличные жители И общественники не дремлют В Искитимском районе Активисты полмесяца назад Обнаружили странную площадку И все это время Пытались выяснить Кто, зачем И на законных ли основаниях Устроил здесь переделку природы Под свои интересы Александр Могилин Расскажет подробнее Эта история Началась 3 июля Когда дачники Неподалеку от села Морозово Пригласили Общественников Народного фронта Чтобы рассказать О своих опасениях Людей не устраивает Что неизвестные Перекрыли реку дамбой По которой провели Строительную дорогу Прямо к соседнему Еще необитаемому острову Перегородили Вот это все дамбой Положили трубы Которые то выше То ниже И непонятно как И что Как туда пойдет Вообще Вот течение И что там будет Через два года Но мы предполагаем Что там будет болото Экологи тут же забили тревогу Как строителям Разрешили перегораживать залив И кто вообще Хозяйничает На дороге и острове Но в день своего приезда Активисты Вразумительных ответов Не получили На участке Только рабочие И охранники Самый разговорчивый Из всех Сторож Фирма Острова Картина еще серьезней Здесь прокладывают дорогу И от количества Поваленных Здоровых деревьев Общественники Приходят в шок Впрочем Рабочие На возмущение Активистов Не обращают Никакого внимания Не вы видели документы Разрешающие На вырубку деревьев Позвоните и все Или оставьте Свои картина Вы сейчас хотите Продолжить пилить деревья А почему нет Не мы сейчас Вызовем полицию И вас просто увезут За нарушение Звоните Звоните Хорошо Давайте Начинайте пилить Тогда давайте Но до полиции Дело так и не дошло Полмесяца спустя После проверки Общественников Владельцы острова Решили расставить Все точки над И Объясняют Никакого захвата Земли не было Все работы Идут на законных Основаниях Из Китимской администрации Был выделен Земельный участок Для дачного Некоммерческого товарищества В нашем товарище 115 человек Земля у нас Находится на законном Основании Есть свидетельство О праве собственности За данный Земельный участок Нами были заплачены В бюджет Денежные средства Дорога Дамба Ведущая к острову Тоже не самострой Для ее возведения Новоявленные дачники Собрали множество Самых разных бумаг Во всех заключениях Сказано Что данное сооружение Не вызывает Никакого нарушения В экологии Берского залива А наоборот Способствует Развитию Микроорганизмов И улучшает Состояние Залива То что документы В порядке Подтверждают Межрайонной Природоохранной Прокуратуре Правда добавляют Нарушения Все же есть Во-первых Разрешение На строительство Дамбы Владельцы получили Уже после того Как ее возвели Вторая претензия Более серьезная По качеству Гидротехнического Сооружения С дорогой Речь о трубах Которые расположены Не так Как надо По расчетам Простым Расстояние 200 метров Должно быть Таких труб Мы обнаружили 5 железных труб Которые идут Поверху Дамбы И в общем-то Фактически Не обеспечивают Ток воды И не смогут Никогда обеспечить По этому нарушению Мы подготовили И возбудили Два дела Об административном Правонарушении Что касается Вырубки деревьев Для дачной дороги Внутри острова То ни экологи Ни администрация района Ни даже прокуратура По существующим законам Не вправе вмешиваться Это в Новосибирске Каждое дерево На учете И чтобы спилить его Пусть даже на своем участке Необходимо получить Согласие Горзеленхоза И заплатить Определенную сумму В Искитимском районе Такого регламента нет И собственники земли Вольны распоряжаться Зелеными насаждениями По своему усмотрению Впрочем Владельцы острова Обещают устранить Все недостатки И согласны сотрудничать С общественниками Властями И соседями А 20 июля Росприроднадзор По обращению прокурора Рассмотрит Два дела Об административных Правонарушениях Александр Могилин Сергей Жданов Алексей Баженов Специально Для итогов недели У дачников Пострадавших От весеннего паводка Сейчас другие проблемы Там, где долго Стояла вода Земля покрылась Толстой коркой Погибли садовые деревья И все посадки Возможно ли еще Вырастить урожай Выясняла Варвара Левченко У людей Есть очень состоятельные Дачи Диваны по 130 тысяч Просто все это Но их же не выносить Не выбрасывать Такие деньги Антисептиком Люди обрабатывают Чтобы что-то сохранить Июнь Дачники возвращаются На участки И подсчитывают ущерб На свалках мебель Одежда Испорченный электроинструмент Спасатели в дачных сообществах Откачивают воду Вот тут вот Можжевельник был Пропал Вот видите Пеньки одни остались Сирень вся пропала Июль На дачах продолжают Наводить порядок Люди выкорчевывают Сгнившие деревья Почти у всех Пропали малина Крыжовник Яблони Смыло грядки Разрушило теплицы Тамара Васильевна Уже 30 лет Живет летом на даче В садовом обществе Тихие зори Сейчас на ее участке Порядок Ничего не напоминает О наводнении Цветут розы На грядках уже большие Всходы моркови Свеклы и лука После паводка Она вместе с мужем Все пересадила Ну и когда она начала Подсыхать На земле Стали появляться Трещины И за голову Берусь думаю Чего же с ней делать Как же с ней С чего начинать И вот только Вилами Я начала тут Как-то эту землю Шевелить Где можно Я ее расковыряла Подрыхлила Ну и так Потихоньку Потихоньку Вот весь участок Я землю ковыряла И заодно Видно Где что пропало От паводка Пострадала И дача знаменитого Новосибирского фермера Людмилы Шубиной Но она не отчаивается Дает советы Садоводам-любителям Копать Копать И еще раз копать Почва В общем-то Это живой организм И она на данный момент Себя чувствует Как утопленник Вот просто кислород Весь вытеснили Из почвы И все То есть Перекопать Все очень хорошо Основательно Кто не успел Что-то посеять Еще не поздно Посеять такие культуры Как редис Укроп Лук-батун Пекинская Капуста К октябрю Уже будет урожай Еще один вариант Участок Перекопать И посадить сидираты Это растения удобрения К ним относят Фацелию Редьку Горчицу Белую пелюшку Особенно сейчас полезны Для земли Бобовые культуры Они помогут Оживить почву Объясняет Людмила Шубина Фермер уверяет Не стоит беспокоиться И того Что размыло Дачные туалеты Фекалии Всегда использовали Как удобрение В общем У тех Кто в этом году Хорошо поработает На дачных участках На следующий год Обязательно вырастет Богатый урожай Если потоп Не повторится Варвара Левченко Александр Кабукин Специально Для итогов недели Игуаны Лисы Норки И тигры Думаете Это состав цирковой труппы Вовсе нет Новосибирцев Потянуло На домашнюю экзотику Вместо привычных Кошек и собак Горожане все чаще Заводят тигрят Или ядовитых змей Что это Модный тренд Или желание Заявить о себе Как минимум На весь город А главное Каковы судьбы Повзрослевших хищников Об этом В нашем следующем сюжете У любых животных Есть что-то уникальное В любом Совершенно Даже в маленьком Там пауке Или Там Таракане То есть За всеми интересно Наблюдать У всех свое поведение Зоомагазин Первые животные Приходящие на ум Морские свинки Попугайчики И рыбки Однако Все большую популярность Набирают ядовитые змеи Пауки И другая экзотика В детстве Дарья любила наблюдать Как гусеницы Превращаются в бабочек А из поездок Привозила червей Вместо сувениров Сейчас у нее дома Не протолкнуться Змей Несколько видов Два вида Варанов Паук Скорпион Скалопендра Жила Когда-то Ну много кто На самом деле Много кого пробовали содержать Самое печальное Говорит Дарья Когда животных выбрасывают Из-за неумения ухаживать Или вовсе Питомец не оправдал ожидания Часто Когда Ну как бы Детям берут Не понимая Что Ну как бы Ребенок вырастет Ему будет не до того Ну довольно редко Чаще всего Такая тенденция К сожалению С черепахами Красноухими Которых по улицам продают Говорят Что это карликовая Она не вырастет И когда из нее вырастает Медведь Через год То понятное дело Начинают их распихивать И пристраивать Зоомагазины Крайне редко Привозят ядовитых змей В основном Это не ядовитые И довольно спокойные Хладнокровные Большинство змей Которые там Или ящериц Которые продаются В зоомагазинах Они разрешены К обвозу Они везутся с документами Через поставщиков Крупных Обычно Это Москва Санкт-Петербург Привозят с документами Официально Они в основном Все разведенные В неволе Потому что За границей Огромное количество Питомников Которые разводят Огромное количество Селекционных форм Особенно Вот такого вида змей Само по себе Желание завести питомца С точки зрения психологии Объясняется по-разному В зависимости от возраста Есть некая линейка спектра В ходе которого Есть детское желание Кошечку Собачку Кого угодно Ну как бы Чтобы было как у всех А на самом деле На глубинном уровне Очень часто Так манифестируют Желание Что появился Братик или сестренка То есть Кто-то С кем можно играть Общаться Как бы Таким образом Заполняется Отсутствующее Или пустующее Место В психике Да Вот еще один член Семьи И до взрослого человека Когда желание Появления Домашнего животного Чаще всего Прагматично Утилитарно Мода на экзотов Пришла не в последние годы Как многие думают А гораздо раньше Причем Если тогда В это вкладывали Определенный смысл То теперь Заводят экзотических Животных Просто так Лишь бы было Это стало Своего рода Трендом То есть Уже не важно Какой экзот Но он должен быть Самый экзотический Он должен Настолько сильно Выделяться Что совершенно Необычное Что-то происходит Когда этот человек Там Оно показывает Вот у меня Там дома Живет Ну игу Она та же самая Да Такой маленький дракон Маленькие драконы Требуют особого внимания Не так давно Местные СМИ Взорвали фотографии Игуаны Выпавшие из окна Ажиотаж на рептилии Подтверждает и Дарья Интересуются в основном Конечно подростки Еще годом Ну 4-5 назад Такого спроса не было Все-таки на рептилии Они были скорее Действительно экзотикой Сейчас очень много Людей приходят И как бы Кто сами подкован И начитаны То есть спрашивают Уже какие-то конкретные виды Или под заказ Там просят привезти То есть уже понимают О чем идет речь То есть они говорят Я хочу змею Поселить в коробочке Все прекрасно осознают Что нужен террариум Никита долго уговаривал родителей Завести питона После рыбок Кролика И паука Задача оказалась Не из легких Собака Постоянно выгуливать ее надо Чем тебе змеи вообще нравятся Что в них такого привлекательного Ну они ползают Они хищники Ну И окраска у них Красивая О марке Иксине Не говорил только ленивый Пара всегда хотела Завести какое-нибудь Экзотическое животное Львенка по кличке Левка Ребята взяли В ростовском частном заповеднике Мы его любим Очень сильно Реально К нему как к ребенку Относимся Вот такие ощущения Развука Это будет самый страшный момент Ну просто мы же Люди адекватно Мы понимаем Это нереально Просто в квартире В таких вот условиях Содержать взрослого льва В итоге ребята Отдали львенка В цирк запашных Вполне нормально Держать дома Ну скажем лису Но только если ты Аспирант Института цитологии генетики Как например Ирина Мне пришлось Очень сильно перестраиваться Очень сильно менять себя Это большая Очень колоссальная работа Над собой Так что лиса Она не для всех Вообще Ирина смогла Не только приручить Лису вилью Но и дрессирует ее На пару с овчаркой Они готовят Настоящие цирковые номера Давай-давай-давай Вот Право каждого Или особая ответственность Мы спросили Новосибирцев Как они относятся К экзотическим животным В домашних условиях Для хозяев Которые их содержат Да, это прикольно Да, вот посмотрите Ну это Бедные животные Я думаю страдают В таких условиях Экзотические животные Должны жить В среде своего Своего обитания А не в частной квартире Ну я думаю Их можно содержать Только если Есть для этого Подходящие условия В квартире Или там в доме Ну или если Животные исчезающие То их все-таки Не надо дома держать Их надо в дикой природе Чтобы не жили Домашних животных Жалко Даже когда живут В неволе А уж экзотические Это само собой Интересно Главное Правильный уход за ними Нет, я плохо отношусь Я считаю Что должны жить Ну если как бы Брать домой животное То он должен жить В комфортных условиях Экзотическим животным В нашем климате Некомфортно Я не считаю хорошим это Котята или птички Пауки или змеи Решать вам В зоомагазине Готовы подобрать Любого питомца Но прежде чем Ехать за домашней экзотикой Специалисты советуют Полистать экзюпери Мы в ответе За тех Кого приручили Виктория Рыжих Алексей Погодин Итоги недели А напоследок Радостное известие Для всех Кто переживал За спортивную судьбу Саши Недобойко С чемпионата мира Среди юниоров Который проходил в Голландии Наш фехтовальщик Привез два золота И серебро А как дались ему Эти медали О юном паралимпийце С диагнозом ДЦП Итоги недели Рассказывали месяц назад Когда спортсмен Оказался в сложной ситуации А именно Под угрозой срыва Поездки на первенство мира Среди юниоров В Голландию В районной администрации Города Аби Где проживает спортсмен Выделить 120 тысяч рублей Для поездки на соревнования Не смогли Да и через объявленный сбор В соцсетях Собрать удалось Лишь пятую часть Необходимость суммы В итоге Юный фехтовальщик Максимально урезав Все свои затраты И отказавшись От тренера И врача Все-таки поехал На первенство И победил С чемпионата мира Саша привез полный комплект наград Золото и серебро В личном первенстве И еще одно золото В командном Возможно Если бы был тренер Который может Ярким словцом Поддержать Возможно Рапирный финал Бы по-другому сложился Потому что Естественно Так как свой тренер Я ни один тренер Не поддерживаю Сейчас Маленечко отдохнуть Как бы восстановить Какие-то микротравмы Психологически отдохнуть А дальше готовиться Еще стартов много Вот уж и правда Главное Не сдаваться Желаем Саше Новых побед Впереди вас ждут Итоги от новосибирцев А я на этом С вами прощаюсь Всего доброго И до встречи Через неделю Узнала О своем Скором отпуске Вот Я 10 лет назад Служил здесь Полтора года провел здесь И вот решил приехать Я сижу с снуком Для меня каждый день С ним какой-то праздник Поеду в Москву работать Устроился Проводником буду Цветы хорошо цветут На даче У нас ягода Прекрасно растет Мы пошли в отпуск Наш папа получил Полковника С чем его и поздравляем Короче мы идем Утром по пляжу И там в ящике Лежит мороженое Мы его забрали себе Я спасла кота Я его достала Из-под бетонной плиты Вы вообще не поверите Я не знала Что с ним делать Начала звонить Тем своим друзьям Вот только что буквально И подошла к этой девушке И в общем забрала его себе Просто так Просто случайно подошла Он ей очень понравился И она его забрала И господи Я так счастлива Потому что Блин не знаю Здорово Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому